Всем привет, дорогие мои! Сегодня я вам покажу обновление своего немного весеннего гардероба. Я иногда люблю забегать в магазины и присматривать себе какие-то новые вещи. В чем показать, что я купила? Для начала я начну с того, что я решила поменять шторы в своей комнате. Я раньше думала, что я не могу спать совершенно с белыми шторами, потому что у меня было утреннее солнце, и мне было сложно, как говорится, заснуть, особенно, когда в 5 часов утра сразу начинает светить солнце в твою комнату. Я находила это сложно. Мне хотелось даже купить совершенно черные такие вот как бы занавесы на свою комнату, для того, чтобы я могла спокойно спать. И всегда думала, что именно вот этот вот свет мне мешает. Когда я переехала в этот дом, здесь у меня вечернее солнце в комнате, соответственно, как бы у меня получается, знаете, так как мне не попадает солнце, ярко не светит мои окна, то я поняла, что в принципе белые шторы мне подходят, потому что у меня висят шторы, вы видели, серого и белого цвета. Сейчас я тоже себя в комнате снимаю. И я маме сказала, что, мол, я бы с удовольствием купила шторы совершенно белого цвета. И сегодня я нашла шторы, которые мне очень сильно понравились. Сейчас я вам покажу их, и потом, когда поменяю на своих окнах, вы их увидите у меня в комнате. Вот такие. Я их только-только купила. Вот это от фирмы Calvin. Тут написано, что это darkening. То есть они имеют в себе затемняющие какие-то, ну, я не знаю, как, типа, но затемняющие там, конечно, сильно. Но вот так они выглядят, смотрите. Вот такие шторы я купила. Мне кажется, что они будут просто, обалденно смотреться. В моей комнате я взяла полностью. То есть взяла такие шторы. То есть у меня не будет сочетания серыми шторами, у меня будут чисто белые. Мне кажется, что это очень удачное приобретение. Размер их попадает, короче, под... А вот тут, смотрите, вот здесь вот есть еще. Тут написано, что оно blocks the light. Что оно блокирует все-таки свет. Вот они здесь, если видно будет. Вот здесь вот, видите. Вот так они выглядят. Здесь две штуки. И за две штуки я заплатила 50 долларов. То есть я сегодня на шторы потратила 100 долларов. Вот такие вот интересные шторы купила. Когда поменяю, не знаю, когда поменяю, может быть, даже весной, когда буду мыть окна. Не знаю, когда этим делом займусь. Но, в общем, в любом случае, я купила вот такие шторы себе сегодня. А также я произвела обновление гардероба небольшое весеннее. Я, в принципе, люблю всегда подкупать себе всякие разные новые вещички. Первая блузка, которую я приобрела, это от фирмы Кевин Клайн. Так, стоп, не туда поехала, не в ту сторону. Потому что так перед камерой не привыкла показывать. От фирмы Кевин Клайн. Вот такой вот на лето. Причем у меня две блузки от Кевин Клайн. Будет одну я уже отутюжила, а вторая вот эта вот, видите, она такая легкая. Мне очень понравилась здесь у нее вот застежка. Вот спереди, как вы видите. Вот такая. И такие же элементы присутствуют и на рукавах. Конечно же, Кевин Клайн имеет очень хорошую фурнитуру. И блузка, мне кажется, смотрится достаточно интересно. То есть я люблю белые блузки носить. Вот такая вот блузочка. Вот это вот вторая блузка от Кевин Клайн. Она имеет в себе вот такие вот банты. Я так поняла, что банты сейчас вошли в моду, который вот на шее, допустим. Это мне тоже кажется какая-то немножко устаревшая мода с бантиками. Она раньше как бы была модная. Но вот я купила две белые блузки. Здесь пуговки не металлические, а из ткани сделаны. Ну, мне нравятся блузки от Кевин Клайн. В общем, она такая достаточно деловая. В основном все свои одежды я покупаю именно для того, чтобы ходить на работу. Следующая блузка, которую я купила, это от фирмы Александр Джордан. Не знаю. Это мне это ни о чем не говорит. Я в основном, знаете, я как бы выбираю не по брендам, а по тому, нравится мне эта блузка или нет. Ну, она смотрится очень хорошо, вы знаете, с джинсами. Вот, может, с какими-то штанами. То есть у нас на работе, например, у нас проводится иногда такой день по пятницам. Это день, джинсовый день. Мне кажется, что во всех офисах есть джинсовый день. И мне кажется, что такую блузку можно очень даже приличненько надеть и отходить целый день. Тем более, что она как холщовая. Она, знаете, она полностью как натуральная такая блузка. Мне очень сильно нравится. Следующая блузка, которую я прикупила, но это не блузка, а даже такая тенниска. Это от фирмы Tahari. Значит, фирма Tahari у нас. Мне очень нравится, мне нравится, что вот эта блузка, вот, она имеет здесь завязочку на поясе. Вот. И выглядит она достаточно неплохо. Причем, что вот эта блузка, тут есть такие небольшие отвороты, она color block. То есть не видно через нее, знаете, обычно как бы белые вот эти вот две блузки, которые я показывала перед тем, как... Перед этим я показывала две белые блузки. Они просвечиваются, и под них нужно пододевать какое-то непрозрачное нижнее белье. Под эту блузку подобного делать не надо. Она очень простая, она длинная. И очень... То есть это всего лишь один слой, здесь нет никакой подкладки. Это просто такая ткань. Следующий вариант блузки. Я ее, когда, честно говоря, увидела на вешалке, я не совсем поняла. Думала, может, это странно смотрится, она вся в цветочках. Но у меня не хватает, знаете, в гардеробе нежно-розового цвета. И мне кажется, что сейчас нежно-розовый цвет или цвет пыльной розы, он вошел в моду. И у меня есть, допустим, вот у меня есть серая кофта. Я никак не могу ее надеть, выйти куда-то в этой серой кофте, потому что мне вообще серые тона не очень сильно идут. Мне идут какие-то более яркие тона, либо более какие-то такие интересные, да, богатые оттенки. Я увидела вот такую интересную блузочку, которую я прикупила. Это вот фирма... То есть сделано с Tommy Hilfiger, да. Вот Tommy Hilfiger. Вот такая вот интересная блузочка. Вы знаете, она смотрится как бы не очень. Но на тебе лично она смотрится очень интересно. Мне понравилось. Следующая блузка. У меня, кстати, две такие блузки от одной и той же фирмы. Это фирма Zack & Rachel. Вот. Вот такие блузки. Они выпускают интересные. То есть это просто маечка. Вот. Но снизу она вот такая вот как бы немножко расклешенная. И сзади. У нее очень интересно. Сзади сделано. Вот видите, она тоже вот такая вот расклешенная сзади. Я таких две взяла. Одну белую, совершенно белоснежную. И вторую черную. Эти, ну как бы я не очень люблю маечного типа блузки. Ну и нас на работе нельзя носить такие блузки, где открыты плечи. У нас есть определенный дресс-код, который нельзя надевать. У нас нельзя надевать брендовые имена. Меня, кстати, спросили, почему нельзя носить бренды. Ну, потому что, собственно говоря, вы на работу ходите для того, чтобы работать. И как-то более-менее прилично. Ну, как это сказать. Ну, бренды у нас, ну, можно надеть, конечно. Но так, чтобы лого, оно не было очень сильно заметно. Это считается признаком дурного тона. Никому не нужно знать, во что вы одеваетесь. Никому не нужно, как говорится, на это смотреть. Хотите, одевайте себе вне работы. Внутри работы вы должны одевать вот такие вот блузки, как нам не сейчас надето, что-то более скромное. Да, она может быть фирменная, эта блузка, но бренда не должно быть видно. И вот, знаете, вот такие вот скромные блузочки. Значит, и открытые плечи у нас запрещены. Вот, нельзя носить открытые. То есть, должно быть плечо закрыто. Мне нравится эти блузки пододевать под пиджаки. Так как у меня много пиджаков, я очень большое предпочтение отдаю пиджакам на протяжении лета. Мне нравится. Вот я взяла такую белую. И взяла точно такую же черную от фирмы Зак и Рейчел. То же самое. То есть, она вот такая разлетаячка. Сзади. И вот спереди. Это совершенно две одинаковые блузки. Совершенно одинакового покроя. Очень удобно. И мне нравится длина. Мне нравится длина, потому что оно прикрывает как вперед, так и зад. Меня нравится. Музыка. 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 так также для обновления гардероба весеннего я прикупила вот такую интересную вещь это такое как бы я не знаю тут достаточно плотный материал очень красиво сделано выглядит как пальтишко но серая вот такие вот вещи я себе прикупила надеюсь вам обзор понравился всем спасибо за внимание всем пока пока скажите мне допустим если у вас какие-то любимые магазины в которых вы шопитесь и допустим где вы находите вещи приемлемыми соотношение цены и качества еще кое-какие вещи хотела вам снять которые я купила недавно и показать в общем мне кажется что очень нужные вещи для начала я хотела рассказать о своем будильнике значит этот будильник я недавно приобрела я его еще правда не установила и купила я его от фирмы маратон называется отельная коллекция значит у меня вообще проблема с будильником просыпанием с утра я обычно пользовалась своим телефоном но вы знаете на телефоне я не могу найти удачное приложение которое помогло бы мне как бы просыпаться да как это сказать как бы это правильно сказать я заметила что с телефонными приложениями если ты сделаешь какое-то значит неправильное движение своими руками но моментально выключает вообще весь будильник и потом уже как бы обратно его и не включает либо если ты даже поставишь его на снуза на снуза значит на такое интервальное как бы звонки да то это тоже не очень помогает как бы мне не очень помогает потому что этот об который я использую он не перекрывает весь экран и для того чтобы потом поставить его на снуз нужно как бы перематывать все свои а в общем там сплошная морока я не могу найти ни одно нормальное приложение на телефоне которое бы у меня радовало и не выключало само по себе при неправильном движении руки поэтому я решила приобрести старомодный достаточно вариант как можно просыпаться по утрам то есть обычный будильник это в данном случае электронный будильник пока не устанавливал не знаю но здесь видите тоже есть снуз баттон потом покажу где он тут есть черный black finish а что там еще другой был я не знаю даже показал что они все черные были так и здесь где-то было написано где он сделано designated in canada made in china сделано в китае здесь значит у меня соблазнило еще и то что здесь есть два usb порта где можно заряжать собственно говоря свой телефон я обычно заряжаю вот компьютера и каждый раз когда я ложусь допустим монтировать видео получается так что этот шнур от этого компьютера тянется бог знает куда но в общем вы сами понимаете поэтому я решила купить и такой вот alarm clock вот такой вот будильник который можно все вкладывать тут уже есть снуз баттон я честно я не знаю как он выглядит не знаю что там у него есть и почему называется маратон я тоже не знаю марафон ну вот я так поняла что вот здесь я его еще не открывала и посмотрим скажите мне как мне будильниками вы пользуетесь потому что у меня проблема я люблю значит так полежать еще с утра для того чтобы сушить цифры достаточно большие даже я с своим плохим зрением смогу их разглядеть ой видно отражение моей лампы которые я использую чтобы снять это все 3 2 usb порт не устраивает и здесь тоже видите есть типа снуз баттон которая меня совершенно яркость можно еще настроить мама мне говорит возьми вот такого так вот выглядит с правильной стороны мама мне мог говорит возьми себе тот который проецирует время на потолок ты мол тогда будешь видеть какое время у тебя есть значит и когда ты там проснулась я говорю мне это не подойдет потому что я слепая и как бы на потолке даже большими цифрами я не очень сильно увижу для меня это будет просто какое-то светящееся пятно которое не будет иметь никакого значения в общем очень лихо закручен сюжет поэтому я решила как бы воспользоваться старомодными вещами может быть я просто не знаю хорошие приложения на телефон которые реально могут меня будить и если ты рукой случайно там не сгинешь что они сами по себе не отрубятся второй вариант все остальные моменты которые покупала здесь значит для красоты это относится еще какие варианты покупал это все для красоты относится я купила такой веселенький бритвенный станок который можно использовать как для бритья по мокрому так и по сухому а вы знаете бывает такое смотрите как он веселый упаковка конечно классно если вы хотите такой же они продаются в магазине home sense там вот бьюти департменте они есть он от фирмы кензи кстати у меня от этой фирмы уже не одна какое-то приспособление для красоты есть вот и значит там он еще и cordless то есть ты его заряжаешь и можешь им пользоваться как угодно знаете я не знаю может быть в кого-то стоит он вот 17 долларов совершенно недорогой и расцветки там совершенно разные есть черный там с розами там всякий раз мне понравился такой вот веселенький буду пробовать буду пользоваться сейчас лето приближается бывает такое знаете что может там вечером принимаешь душ и не совсем заметил что тебе нужно было значит там на эти ноги побрить и у тебя там какой-то один миллиметр нежелательно образовался ну и вот знаете очень удобно что можно использовать на сухую то есть были у меня такие моменты когда не успеваешь вечером что-то сделать днем бежишь говоришь блин я ничего не успела и вот найти радует что есть вот такая вот вещь тут написано safe and easy to use washable то всего можно помыть очень хорошо ухаживать за бикини линии бикини за счетом две два лезвия и он ричард же был то есть вы можете его заряжать и можете им пользоваться мне кажется что очень хорошее приобретение очень такая веселенькая вещичка мне пора с лимонами я взял с лимонами там есть разные если кому нужно девчонки вперед из песни можно покупать потом я заметила вот такие интересные ресницы которые выпустила фирма артель под названием fox минк fox в английском языке обозначает искусственный искусственный минк это минк это у нас ну из какого там животного делал господи соболь да соболины ресницы у нас делал вот такие вот ресницы я купила не знаю еще не пробовала показываю вам просто что есть 858 номер кто клеит выглядит они очень классно нужно будет попробовать также не могу жить без своей подводки от фирмы nix купила ее тоже кстати почему-то не могла ее найти они как бы что-то рестокинг там делают или какую-то упаковку они меняют хочу обратить ваше внимание на вот такую вот интересную вещицу которую я нашла в магазине лондон дракс это от косметики profusion космерикс очень недорогая фирма по моему эти тени стоили 14 долларов всего лишь и это называется ай спарклор они там есть разные есть черные есть всякие разные вы знаете по цене и по качеству мне ничуть не уступает той же самой дорогой стиле стилы стоит намного дороже я уже открывал и пользовалась и они сейчас у меня находятся на глазу значит в упаковку входит вот такой карандаш и вот такие вот тени блестящие смотрите вы должны взять карандаш по условиям мне не очень нравится очень нравится качество пожалуйста про фьюжн называется вы должны извиняюсь у меня руки наверно красные потому что я снимаю вечером и я еще так стою как бы нависая над этим всем то есть вы наносите этот карандаш и берете тени посмотрите какие тени классные девчонки это вообще просто красота такая что даже некуда иксис достаточно много наносите поверху в том количестве то есть вы можете их кстати они buildable то есть если то та часть высохнет вы можете еще добавить и не очень классно переливаются мне очень понравилось сегодня с одним хожу смотрите не уступают стиле вообще а по цене всего лишь 14 долларов извиняюсь если рука красная это потому что как бы я снимаю немножко нагибаясь вниз у меня прилив крови идет смотрите какие классные лондон драк с 14 долларов очень понравилось очень красиво смотрится и долго держится что меня поражает иногда я это снимаю знаете для того чтобы может быть кто-то что-то не заметил или кому-то что-то очень сильно нужно прикупить поэтому я всегда делюсь тем что я покупаю и думаю что может быть кому-то это тоже будет полезно всем спасибо за внимание всем пока пока